Я вас приветствую, дорогие братья и сестры! Мир вам! Сегодня это воспоминание, о котором мы сегодня воспоминаем, этот великий подвиг, который сделал Иисус Христос для нас на Голговском кресте, это благодарность, слава Ему, и мы сегодня весь день посвятили этому. Также сегодня по календарю выпадает праздник преображения. Многие церкви, другие, откуда, может, мы выехали, сегодня празднуют этот праздник. Мы решили с братьями подвинуть этот праздник по-новому, если можно сказать, отпраздновать его 20 августа. Но сегодня я хотел бы начать эту тему вместе с вами, и это нам даст две недели, чтобы мы, может быть, размышляли дома, читали об этом событии и посмотрели, что хотел сказать нам через преображение свое Иисус Христос. Вместе с вами желание моего сердца прочитать место из Священного Писания, это Матфея, 16 глава, мы прочитаем 28 стих и будем продолжать 17 главу до 9 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, начнем с 28 стиха и будем читать ниже. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо Его, как солнце. Одежда же Его сделалась белым, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда Он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и сеглаз из облака глаголющий, сие сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавшие ученики пали на лицо свое и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь! Возведшие же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им говорить, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. Аминь!» Преображение Иисуса Христа. Мы слышали много проповедей об этом, и мы, может быть, знаем эту историю очень хорошо. Но как хорошо каждый год нам вспоминать и брать какие-то уроки каждый сам для себя. Сегодня желание моего сердца поговорить о трёх таких важных пунктах, которые я взял с этого места. Я смотрел и на других авангелистов, которые также записывали Марк, Лука, которые записывали о преображении. И я взял такие, ну, для меня считающие очень важные моменты, как мы сегодня уже слышали, для христиан, для людей Божьих, которые следуют за Ним, а также, может быть, для тех, которые ещё не знают Иисуса Христа, личным спасителем. О том, о чём мы сегодня вспоминали, о жертве Голговской Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы начать моё размышление о первом пункте – это физическое внешнее изменение. Мы видим, Иисус взял троих учеников. Он брал этих учеников с собой часто. Я не знаю, почему именно этих учеников Он брал, но в очередной раз Он их взял и возвёл их на гору. Когда мы читаем Писание, много чего Иисус сделал, Он делал на горе. Не задавались вы этому? Он пошёл на гору помолиться, взял учеников преобразиться. Я задумывался над этим, почему именно Он брал на гору. Там, может быть, спокойствие, там тишина, там нету суеты, может быть, которая есть внизу. На горе Моисей принял заповеди Господни, на горе Моисей общался с Господом. Мы также сегодня вспомним об этом. Но первое, что я увидел тут, Иисус преобразился. И написано, Иисуса лицо сияло, как солнце. Другой евангелист напишет, как свет сияло. Оно было яркое, прекрасное. Нашими человеческими глазами мы не можем посмотреть на солнце просто так. Мы не сможем увидеть. У нас сразу испортится зрение. Это могущее солнце, которое Господь, Бог сотворил. И Иисуса лицо стало сиять, как это солнце. Мы видим это близкое общение на небесах, то, что нам открывается среди преображения, когда общение на небесах, лицо меняется у человека. На сегодняшний день люди изобретают разные методы или средства, чтобы улучшить свое лицо. Может быть, улучшить свою кожу, чтобы выглядеть лучше. Но, дорогие братья и сестры, когда мы будем в тесном общении с нашим Господом, близком общении с Ним, наше лицо будет изменяться и сиять. Этому пример Моисей. Когда он общался на горе с Богом, он спускался. И что он делал? Братья и сестры, кто читает Библию? Сиял. Его лицо сияло. Не могли смотреть на него. Он покрывал и одевал на свое лицо. Говорил и вновь возвращался на гору. Близкое и тесное общение с Господом изменит наши лица. Мне приходилось в жизни моей встречаться о таких, как называемых, героях веры. Может быть, не о тех, которые записаны в евреям, а герои веры, может быть, наших дней. Это люди в пожилом возрасте, когда я встречался, которые были ближе с Богом, наверное, потому что у них было больше времени. У них лицо сияло. Я видел этих людей. Как бы хотелось, чтобы мое лицо и ваше, каждого из нас, сияло в этом близком общении с нашим Господом. Луки записал, что вид лица его изменился, когда он преобразился. Измена в хорошую сторону. Общение в небесах будет чистое. Там, когда мы будем близко с Господом общаться, у нас будут измененные тела. Так написано. Мы изменимся в мгновении ока. Сегодня уже вспоминал брат. Готовы ли мы встретить Господа, может быть, в первый раз? Но я хочу сегодня задать этот вопрос на протяжении моей проповеди. Готовы ли мы встретить Господа второй раз? Каждый из нас. Преображение Господа дает нам эту надежду, что там на небесах будет намного лучше. Там лица будут сиять. И там мы будем иметь это общение. Второе. Мы видим, что одежда его изменилась. Она стала белая. Марк напишет, что такая белая, что никакой белильщик на этой земле не сможет выбелить эту одежду. На земле нету такого цвета одежды, которая будет у нас там на небесах. Тут мы видим образ чистоты. Чистоты в одежде. Может быть, мы, размышляя над этим, и слышим много братьев и сестер, которые вспоминают, может быть, лет 30-40 назад, когда можно было пойти по улице, и ты мог увидеть, что этот человек верующий. Он одет и по-другому. Сегодня, в современное время, можно это еще увидеть, но не так часто. Одежды наши должны меняться. Мы меняемся на лицо. У нас светлые лица в общении, и одежда, и весь наш внешний вид. Как мы выглядим перед нашим Господом, тут на земле уже должны меняться. Он преобразился, и Он показал свою славу, которая будет там, на небесах. Мы можем следить, какими мы должны быть на этой земле. Мы учимся у нашего Господа, каждый из нас, каждый день в нашей жизни мы учимся. Мы приходим на это место, чтобы получить это учение от нашего Господа. Перемена в одежде и изменение лица нашего в близком общении с Богом. Следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, это общение с окружающими. Мы видим здесь три диалога в тех стихах, которые мы прочитали. Я хочу об этих трех диалогах поговорить чуть-чуть больше детально. Иисус общается с Ильей и с Моисеем. Мы видим это общение. Евангелис Лукана пишет, что Илья и Моисей говорили ему о исходе его в Иерусалиме. Они напоминали ему о страданиях, которые ему должно предстоять. Они имели это общение. На небесах у нас будет общение. Порой мы тут на земле, к сожалению, большому, как люди, не можем общаться друг с другом. Какие-то есть земные, такие мелочи, можно сказать. И мы не имеем этого общения. Мы не имеем общения с нашими братьями и сестрами во Христе. Но это общение важно. Иисус Христос показал, что на небесах у нас будет это общение. Общение со святыми. Общение с пророками. Общение с вождями. Моисей тут показывается. Илья, он даже смерти не увидел. Это общение, которое у нас будет там на небесах. Но тут мы должны начинать общаться. И тут мы должны иметь это чистое общение. Второе. Мы видим общение Петра с Иисусом. Мы видим вновь такой характер Петра. Он мне очень нравится. Все больше, как я читаю и размышляю над Словом Божьим, Петр был вот такой, знаете, может быть, дерзкий, может быть, быстрый ученик. Но смотрите, что он тут делает. Он говорит, хорошо нам здесь быть, Иисус. Он предлагает уже вариант, что мы можем сделать. Давай сделаем три кущи. Давай их построим вот здесь, прямо здесь. Мне очень хорошо здесь быть. Иногда я слышу такие выражения, когда проходят служения, может быть, какие-то общения среди христиан. Братья и сестры говорят, хорошо нам здесь быть. Давайте останемся. Давайте продолжим это общение. Петр предлагает построить три кущи. Я хотел бы заметить этот важный момент. Мы видим, что Петр предлагает построить три кущи. Кому? Одну Ильи, одну Моисею и одну Иисусу. Мы иногда не замечаем вот это качество Петра смирения. Он не сказал, построим нам три кущи. Там было еще три ученика. Он позаботился о других, говорит, давайте для вас построим. Дорогие братья и сестры, в нашем хождении перед Господом и в нашем преображении в Его образ мы должны заботиться о других. Должны заботиться о нуждах других. Кто это делает, слава Богу, продолжайте. Кто еще, может быть, забыл это или не делал еще это, попробуйте, испытайте Бога. Помогите кому-то. Бог воздаст. Бог воздаст. Вы даже, может быть, не будете готовы к тому, когда Бог воздаст. Но помогать другим, помогать и заботиться о других. У нас есть много разных нужд. У нас есть молитвенные группы, которые постоянно имеют нужды. Я не думаю, что ни один раз мне пришли братья и сестры без какой-то нужды. У нас всегда есть нужды. Но мы не должны при этом благодарить нашего Господа и помогать, помогать друг другу. И третье общение, которое было, это был глаз с небес к вот тем, стоящим тут на земле, ученикам и Иисусу и этим двум мужьям, которые явились, Илья и Моисей. Этот глаз был от Господа Бога нашего. Он сказал, «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда еще мы слышали в Библии этот глаз? Когда еще такое было? Иоанн Креститель. Правильно, когда Иисус принимал крещение. Но смотрите, здесь есть добавка. Здесь Бог оставил на страницах Писания в конце «Его слушайте». Он заповедовал этим ученикам. Он говорит сегодня это мне и каждому из нас. «Его голос слушайте». Голос Иисуса Христа. Он сегодня звучит. Он сегодня звучит здесь у нас. Он сегодня звучит в наших сердцах. «Его слушайте». Иисус Христос на страницах Библии через апостолов, через евангелистов, через разных людей оставил нам на Библии. Мы видим Нагорную проповедь, мы видим другие проповеди, когда Он говорил. Он оставил много чего, того, чего мы должны слушаться. Но самое главное – исполнять. Этот глаз сказал, «Его слушайте». И в конце третьей я хотел бы спросить всех нас, вообще, какая польза, чтобы мы, люди на этой земле, преобразились в образ Христов? Мы сегодня говорим о преображении в образ Христов. цель верующего человека, того, который принял Иисуса Христа как личного Спасителя – достичь небес. Иисус показал эту славу очень мало. Но как тут много открыто для нас. Когда Он преобразился, Он показал славу небес. Чуть-чуть. И вначале мы читали 28 стих 16 главы, что те некоторые, которые стояли там, это был Петр, Иоанн и Яков, они увидели чуть-чуть этой славы. Они даже еще не вкусили смерти, но увидели эту славу. Иисус запретил им говорить об этом до того дня, пока Он не воскреснет. Почему? Да чтобы не было споров с людьми, чтобы не было разногласий. А уже когда Он воскрес, они могли спокойно сказать это другим людям, то, что они видели. И сегодня мы можем читать это на страницах Писания. Цель верующего – достичь неба. По дороге в небо нелегко. Тут много звучат проповедей о пути нашем христианском. Нелегко. Но Господь, Иисус Христос, Он с нами. Он нам поможет. Второе. Изменяться в образ Христов – это важно для нас лично, собственно для каждого из нас. Это очень важно. Чтобы смирить нас. Чтобы укрепить нас в следовании за Иисусом Христом. И чтобы это было целью нашей жизни – преображаться. Преображаться в образ Христов. И в конце личная перемена покажет окружающим людям, которые вокруг нас. То ли была это наша семья дома, то ли это наша церковь, братья и сестры, то ли просто люди в этом мире, чтобы они видели образ Иисуса Христа в нас. Чтобы видели они эти сияющие лица. Чтобы видели радость на наших лицах. Чтобы видели чистые одежды. Чтобы видели, что этот человек – христианин. И этим мы сможем засвидетельствовать окружающим нам людям в преображении в образ Иисуса Христа. Что да, действительно, Он нас изменил. Он вошел в мое сердце. В конце моей проповеди я хотел бы сделать еще раз призыв. Призыв, чтобы измениться. Призыв, чтобы изменить нашу жизнь, может быть. Призыв, чтобы стать лучше в образе Иисуса Христа. Этот призыв сегодня звучит еще к многим людям. Слово Божие еще распространяется. Еще благодать Божия на этой земле. Он еще нас не забрал. Если ты сегодня в этом зале сидишь, слушая Слово Божие на протяжении этого дня. И Дух Святой тебе в сердце говорит, что ты должен измениться. Может быть, ты никогда не молился молитвой покаяния. Может быть, ты никогда не принял Иисуса Христа в свое личное сердце. Или, может быть, ты следовал долгое время за Иисусом Христом, но что-то произошло. Сегодня Дух Святой призывает покаяться. Я хотел бы закончить на этом мою проповедь. Если ваша душа сегодня болит, если у вас что-то не дает покоя в вашей душе, вы можете выйти сегодня сюда, наперед. Вы можете это сделать публично. Покаяться перед нашим Отцом Небесным, попросить прощения, изменить свою жизнь, преобразиться в образ Христов. Сегодня время последнее. Мы видим то, что происходит в мире. И я не просто это так говорю, потому что это такая фраза, которую мы слышим на протяжении долгих лет. Нет, дорогие братья и сестры. Сегодня мир меняется очень быстро. И сегодня мир скатывается очень быстро. И скоро наш Господь придет. Готово ли твое сердце принять Его как личного Спасителя? Когда мы будем молиться, может быть, вас Бог побуждает выйти и покаяться. Пожалуйста, сделайте это сегодня. Не оставляйте это на завтрашний день. Измените свою жизнь и живите для нашего Господа. Да благословит нас всех в этом Господь. Изменяться в образ Христов. Жить чистую христианскую жизнью тут на земле, чтобы когда мы придем в вечность, там мы имели это чистое, яркое, прекрасное общение с нашим Господом. Аминь. Помолимся.